всем привет сегодня два вопроса про курсы которые давно обещал сейчас расскажу что к чему и про тот самый рубин который многих мамкиных бизнесменов очень сильно волнует сейчас давайте все по порядку первое несколько лет назад многим из вас пришла мысль а почему бы мне не устроить для вас курсы гемологии с каким-то моим учителем гемологии онлайн-курсы ну как это сейчас модно все делают это уже попахивает инфо цыганством до продавать то что в принципе ты можешь бесплатный так делать я записываю занудопедию бесплатно учитесь пожалуйста но к сожалению она выходит редко а там где была такая что мы делаем прям такие серьезные курсы на полгода раза три в неделю с экзаменами с лекциями там с какими-то онлайн обсуждениями но ребята к сожалению или к счастью мой доход за эти несколько лет которые планировал эти курсы так вырос что мне теперь вот совсем не выгодно это финансово но то есть курсы это полгода где-то да то есть месяц 4 подготовки потом видение надо постоянно будет отвлекаться я уже не могу себе этого позволить я не на калькуляторе пересчитал сколько стоит мой рабочий день моего времени офигел это не то что я понтуюсь нет но вот как бы математика то есть нелогично было бы задвигать работу которая приносит допустим 100 долларов в день чтобы сделать работу которая приносит 10 долларов в день плюс 100 работах где 100 долларов в день у меня много сотрудников у них семьи дети песики котики и конечно же если я уйду в курсы то ну там будет не очень хорошо плюс опять же это не для того чтобы подчеркнуть свою важность но я просто сел и проанализировал что у меня ближайшие два года расписано помесячно совсем вообще то есть вот у меня прям там вплотную вот так вот все идет и ну никак не получается вообще хотел бы но к сожалению нет поэтому для тех кто хочет обучаться и мне многое часто такие люди пишут меня вот кстати от недосыпа глаза вообще не это не оттекают уже совсем у нас сейчас пол что у вечера у меня еще глаза не открылись значит для тех кто все равно хочет учиться по разным причинам кто-то хочет стать тоже таким приключенцем как я кто-то хочет просто пойти на работу в какую-то ювелирную компанию кто-то хочет просто для себя изучить вот просто так да как я например пытаюсь изучать историю просто так я могу как помочь первое я буду продолжать бесплатно для всех записывать занудопедию по мере своих возможностей сейчас я готовлю серию про гранаты и много готов материала про жемчуг вот на днях прям буду программа про гранаты первую серию записывать далее я могу вам подсказать то есть полностью дать информационную поддержку в плане поехать куда-то и получить насмотренность потому что гемолог без насмотренности это выглядит странно и смешно я таких знаю довольно много который до закончили какой-то серьезный университет но как они видели по сути только на картинках или вот образцы им показывали один издали и все то есть я считаю что гемолог без нам насмотренности это неправильно поэтому конечно же нужно куда-то ехать на вот мое мнение что меньше чем на полгода ехать смысла нет да то есть для этого нужны деньги и время конечно же вот прям у кого цель такая есть пишите подскажу что смотри если ты полетишь варушу останавливайся там вот там то жилье стоит примерно столько-то лететь нужно вот настолько то там ты сможешь получить насмотренность варуши постоянно если ты будешь тусить на рынке каждый день не найдешь себе человека который будет учить да это обязательно тоже просто хотите смотреть ничего не поймешь вот надо с кем-то договариваться за денежку не знаю 200-800 долларов в разные люди берут по-разному чтобы они с тобой занимались так вот есть ты полетишь варушу в танзанию ты сможешь получить хорошую насмотренность на танзаниты цаварит шпинель махенге и массайские гранаты и полихромные гранаты да вот ты через полгода будешь хорошо в этом разбираться и сможешь понять что вот это хороший камень потому 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 этот не очень потому 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 есть разные регионы где вы сможете получить насмотренность на разные камни я могу вам это все подсказать бесплатно а вот региона где все сразу камни вместе нету такого к сожалению дальше то есть курсов не будет пока по крайней мере точно и вот у меня с каждым годом я одну то есть с каждым годом вперед график все плотнее 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 выстраивается и ничего пока с этим поделать не могу я ту шпаргалку смотрю чем хотел рассказать еще а уже есть люди которые по вот этим моим советам где и как получать насмотренность поехали уже там сидят и даже мне иногда скидывают видосики что смотри что-то скажешь по этот камень я даже если у меня есть время подсказываю но главное чтобы не бомбили по 100 видосов в день да вот одна из девушка очень воспитанная она меня беспокоит пишет пожалуйста извини я тебе сейчас кину видосик будет у тебя время посмотри нами там два-три видосика в неделю скидывает молодец то есть я подсказываю смотри здесь вот трещина идет видишь вот есть некультурные люди которые просто бомбят то есть привет глянь камень ну типа возможно им как что я у них работаю вот первое время отвечаю потом терпение заканчивается хамлю так далее почему-то мне пишут регулярно привет я слышал что ты организуешь туры на добычу камней драгоценных когда будет следующий я никогда не организовывал такие туры говорю что ну в принципе можно об этом подумать и все не более того и как бы мы делаем туры с жуковым исторически путешественнические да для меня это просто очередной повод отдых отдохнуть и отдых который запланирован это много народу я не могу соскочить потому что когда я еду куда-то один у меня всегда находится находится много причин по работе чтобы соскочить там ладно пойду следующий раз да а тут уже все билеты купленные летит 50 человек я уже никак соскочить не могу я в таком туре ну как бы отдыхаем и получать все нагрузка довольно большая так вот туры на добычу какая там проблема проблема в том что я беру деньги у людей если я беру деньги у людей до должен гарантировать что мы приехали допустим на добычу цаварита покопали что-то там нашли ясное дело что нам это что-то никто не отдаст так забирайте да нет но сам факт найти своими руками это конечно крутые да если она не очень дорогое поторговаться с местными жителями купить с владельцем но дело в том что большинство интересных камней на добыче находит редко и взять деньги с людей привезти их они там три дня прокопают или неделю и не найдут вообще ничего но как-то неправильно я считаю поэтому я думаю пока об этом она добычу где вышел и там постоянно много всего раскапывается вы сами можете поехать я вам подскажу как это сделать бесплатно да вот например на шри-ланке есть места где вот там за 30 минут ты обязательно что-то найдешь зачем я там нужен я до конца не понимаю а вот и кстати не только на шри-ланке таких мест принципе много вот пишите я вам подскажу куда поехать уже есть люди которые поехали еще тоже даже там откопали но опять же откопали вот во вьетнаме по моим наводкам несколько человек поехали на добычу откопали там что-то начинают но это что-то конечно же не кондиция да какие-то кусочки там осколочки начинают написать пожалуйста продай ну кому и это продам третий сорт я не продаю поэтому ребята приключение это приключение если вы хотите на этом зарабатывать вот так сразу что приехал увидел победил у вас не получится я не смогу продать то что скорее всего вы найдете да потому что шансов что вы сразу прийти найдете офигенный камень и владелец добычи скажет забирай бесплатно но таких шансов нет у меня по крайней мере такое было ну крайне редко вообще делают некоторые гемологи и владельцы ювелирных домов но для меня это странно но они это делают вообще я смотрю что есть ювелирные дома я не буду никого называть и бежать которые вообще мне кажется зарабатывают только на курсах и на поездках то есть это турбюро и учебные центры они ювелирный дом в общем они делают много поездок и там как я это называю такие поездки на цирковую добычу то есть мы едем с группой завтра уже договоренность там значит покупают горсть ну например третисортных сафирчиков которые огранки не подлежат вообще высыпают все это дело закапывают и ты привозишь группу в люди копают находят счастливые все радостные not таким вещами заниматься не хочу а есть и в россии в том числе ювелирные дома которые этим занимаются это интересно конечно с точки зрения психологии так далее что еще я могу сделать для тех кто хочет учиться а курсов у меня нету да я могу вам посоветовать учителя гемологии своего с которым я уже учусь несколько лет человек всю жизнь занимается гемологии профессионально то есть у него официальное образование очень серьезном значит заведении получено и работает он по специальности по профессии всю жизнь вопрос в чем вот он мне рассказывал то есть от меня уже приходили ученики то есть кто-то из вас рассказал что вот человек занимается месяц 2 3 потом будет слушать я уже три месяца занимаюсь отчет я пока вот не стал гемологом вот как-то странно это ребята история на несколько лет на несколько лет то есть позаниматься пару месяцев и стать ну допустим таким как я или там кто-нибудь другой к сожалению не получается я бы хотел бы тоже так но вот не получится то есть я уж сколько лет занимаюсь больше 15 лет и я не скажу что я прям супер мега эксперт в каком-то даже в одном виде камней нет то есть досконально все полностью вот химические формулы там и все остальное я конечно же не знаю вот я даже сейчас не могу назвать что турмалины я про них знаю все нет такого на то есть мир ко мне настолько огромен что изучить все или много знать об этом ну как-то это надо потратить реально всю жизнь и кстати вот мой учитель он всю жизнь этим занимается и он несколько раз в году доучивается вот пожалуйста то есть это тяжело и сложно радостного чего-то такого что поучились два месяца и поехали и прям все узнаем все камни сразу всех там мошенников разгадываем не получается такое так дальше по поводу вот этого рубина который килограмм весит и которые низкого качества то есть я говорил что качество среднее и ниже среднего у него да но при этом то есть он трещиноватый матовый молочный но при этом он звездщатый вот когда это видео выпустил было несколько сот там комментариев негативных в том числе многим понравилось многие люди то есть людей хороших много добрых да там молодец братан давай удачи тебе но у многих подгорело у специалистов интернет да что да это вообще все подделка кто-то написал что он такой камень видел продавали за пять тысяч там что-то на авито и все остальное я принципе понимаю почему подгорело в первую очередь конечно же потому что я у мамки такой красивый умный а деньги зарабатывает какой-то негодяй из интернетов вот этих ваших как так так не должно быть вот значит что произошел пока я был в марокко пока прилетел сейчас у меня из-за смены времени недосып постоянный я ночью работаю днем пытаюсь спать а спать не получается то что же надо работать глаза не открываются так вот его порезали попилили огранили вот смотрите какие то есть видосики я естественно просил поснимать хорошо мне сказали да да мы все хорошо снимем не переживай но вот сняли как вышло мой учитель гемологии еще несколько специалистов выразили такое предположение что возможно на этот рубин низкокачественный как-то смогли облагородить и навести там звезды вот прям на весь куском мы такого никогда не видели обычно это все уже нарезают делают так называемый пришей то есть придают форму камню и до полировки вот это все с ним всякое делают а звезды вообще уже после полировки наводят вот говорят что может быть они придумали какие-то технологии что вот они на большой кусок навели в этом случае что получается звезды то есть звездочки до стеризм у него есть только вот в микро слое по кругу а внутри уже нет поэтому мы с краешка вы начали нарезать гранить все там нормально качество как я и говорил среднее ниже среднего сейчас я покажу в конце вам кусочек который прям совсем низкого качества я оставил себе на память вот там значит по то есть я все сдали сертификаты камень не греты не греты да вот но посмотрите сейчас этот кусочек и расскажу вам дальше и так пример звездочистого рубинчика там какие-то получились материал какой-то по качеству получше какой-то похуже это вот один из самых худших вообще он трещиноватый матовый молочный вот это вот рисунок как бы да это не трещины то есть они ногтем не ощущаются не цепляются это именно структуру камня сейчас секунду я протру здесь в чем ценность ценность только для эзотериков то есть верной ценности в таких камнях особенно нету вся ценность в том что он не греты то есть на сто процентов натуральный и дает довольно четкую хорошую звезду получается что с точки зрения эзотерики он носит ну какую-то магическую волшебную силу все поднимает дает деньги богатство власть и т.д. и т.п. и кстати такие камни продают значительно дороже рыночная стоимость их поэтому сделка конечно был очень выгодный если он будет чистым и красным он будет стоить миллионы долларов если он будет вот в нем будет чуть-чуть поменьше матовости молочности и трещиноватости да то есть вот эта структура будет более монолитный он может запросто стоить 50 60 70 тысяч долларов 100 тысяч долларов легко вообще вы можете погуглить в интернетах почем такие продают так посмотрели далее в чем смысл вот там тоже писали что господи кто станет платить такие деньги за такую муть дело в том что здесь не эстетизм в первую очередь важен это люди которые верят в некую силу камней кстати из россии из европы около двадцати таких заказали мы им сейчас будем все делать документы все отправлять в том числе и русские то есть это именно люди которые занимаются эзотерикой а китайцы они почти все занимаются вообще эзотерикой то есть они в это верят искупают это все по всему миру то есть эстетизм здесь не важен это первый момент второй момент я просто для интереса стал искать а почем вообще продают такого качества рубины и с удивлением обнаружил что очень-то бурийские но про который я много раз постоянно уже рассказываю залитые стеклом с наведенной звездой крашеные диффузии продают по 6 по 8 по 10 тысяч долларов а у меня натуральный не греты со звездой поэтому естественно человек из китая с которыми давно работаю их оптом все купил и там дальше он кому-то распродает это мне не интересно почем и кому я не знаю к примеру а ювелирный дом демидовых помните до проводил разбор они там что-то за четыре тысячи долларов продавали залиты стеклом на вес наведенной звездой и вот этот с астеризмом синие сапир вот такие же рубины люди продают за тысячи десятки тысяч долларов а у меня все натурально поэтому здесь обвинять меня в мошенничестве как-то неуместно совершенно а в комментариях кто-то пытался но скорее всего из-за зависти я думаю как то так так дальше поступил хороший вопрос правильный значит а как же репутация компании дело в том что у меня раньше с часто спрашивали почему ты не хочешь вот есть какой-то брак третий сорт но чуть-чуть там нацени себе продавай мы будем довольны до спрос на такой материал будет я всегда говорю что я такой не продаю почему потому что продажа материала камни низкого качества поход света это антиреклама для компании почему потому что вот сидит сидят две тети да вот в одной кольцо от компании сина джемс и там стоит какой-то ужасный отвратительный трещиноватый мутный камень но типа как сейчас я показал вам на видео этот рубин да а другая и подруга вторая говорит а где ты взяла такой уродский страшный отвратительный камень она г то как где вот смотри вечно кольце написано сина джемс компания их логотип вот если тебе нужно что-то ужасное только к ним а так может произойти если заниматься камнями низкого уровня качества да я не хочу чтобы это произошло поэтому я этим не занимаюсь и в данном случае камни которые ушли в китай и как остальные камни которые уходят в кита через посредников а у меня много камни уходит в китай там и где-нибудь написано вообще про компанию сина джемс и финальный покупатель промокомпании знает вообще ничего совсем там дальше уже китайцы свои логотипы туда лепят и в принципе имеет не интересно поэтому репутационных потерь каких-то компания не понесет совершенно далее хотел бы я этим заниматься на потоке вот таким вот нет не хотел бы я никогда не хотел вообще на потоке гранить вот серийная сотнями тысячами какие-то одинаковые плохого качества камней заниматься только этим нет то есть это не то ради чего я пришел в эту профессию ради чего я по всему миру путешествую не то что я ищу по всему миру я хочу заниматься камнями лучшего качества вот кстати смотрите мне предложили вот такие цавариты да вот они качество ниже среднего и вот таким тоже я заниматься не хочу да их можно ограничить их можно продать наценка процентов 20-30 но мне вот такое не интересно то есть это была такая разовая акция если еще лет через пять выскочит какой-нибудь тоже такой звездный сафир и окажется что китайцам очень сильно нужен я его нарежу и продам но поставить это дело на поток нет не хочу далее люди но может любопытно может быть хотят проверить меня может типа он обманывает аферюга такой до негодяй писали там в комментариях а покажи к нам денежки которые ты получил с этого рубина низкого качества значит ситуация какая из вьетнама вывоз не аграна запрещен поэтому все резали и гранили во вьетнаме несколько камешков мне пришло сюда мы сделали сертификаты из разных частей вот этого булыжника взяли все нормально он весь не греты не обработанный без диффузии вот и соответственно деньги конечно не пришли на счета то есть вот так показывать я не буду но это вообще бы попахивать инфо цыганством зачем я же не продаю курсы какие-то да но если вам любопытно я могу показать что я на них купил и кстати можно сделать целую эпопею я решил что если деньги пришли быстро легко то они быстро легко идут надо купить что то что ну то есть как их можно просто взять кто-то растратить на какую-то фигню хотя каш не понимаю как такую сумму можно фигню потратить но теоретически я решил купить несколько домов и я сейчас просто покажу как это выглядит для интереса да но вообще если вам интересно пишите в комментариях можем сделать сериал по строительству дома мы по моему проекту вот зачем я устрою почему он будет такой как это все будет происходить там конечно будет очень много этих сюрпризов неприятных во время строительства они везде есть я уже два раза занимался здесь строительством в таиланде сюрпризы были всегда всего не предусмотришь ну вот если вам интересно можем еще такой сериал запустить про строительство так вроде все смотрите чего приобрел и совсем прощаюсь и так обычная тайская деревня прям в городе она у нас находится море не интересно но до моря вот туда где-то с километр наверно то есть даже пешком идти недалеко я вот скептически отношусь к инвестициям недвижимость почему потому что вот смотрите яркий пример это был когда-то элитный модный дорогой поселок во первых за 10 лет дизайн полностью устарел а поселку лет 35 уже и уже никому это не интересно во вторых когда был к вид куча бизнесов обанкротилась по всему миру в тайланде тоже поэтому сейчас здесь наверно процентов 60 а то можете 70 ну так на первый взгляд домов подзаброшенные стоят вот никто тут не живет их вообще изначально покупали богатые тайцы из соседних крупных городов тайцев богатых много кстати средний класс здесь большой очень и вот такой дом когда строили поселок можно было купить в кредит на пять лет в рассрочку на пять лет под ноль процентов ноль то здесь как бы ипотека выглядит по-человечески как-то если ты берешь именно кредит прям вот да то можно найти условия 0 8 процентов 1 и 2 процента 1 и 8 считается высок высокая ставка типа для дурачков для лошков всяких иностранцев вот домик духов местный дух любит красную биг стравбери фава к наверно не знаю что это напиток в общем любит такое это мать земли и мать земля на косо выжимает и вода так появляется это для чего есть тебе завидуют или ненависть какая-то чтобы не перегревалась вокруг место да то есть место греется от зависти от чего-то нехорошего это неизвестно кто то есть ум есть много вариантов кто это может быть я в индуизме и силен ну понятно что он любит слоников лошадок и немножко зебр так вот почему я считаю что инвестиция в землю недвижимость это как правило провал потому что вот яркий пример в стране все закрылось тайванд был закрыт пару лет когда балкали просто закрыт вообще все было закрыто с дома нельзя было выходить район нельзя было покидать и вот какой-то мобильный бизнес да у меня он довольно мобильный можно было принести в другую страну я принес часть танзанию часть в россию а вот у кого он был непереносимый до на какой-то земле или может быть они занимались вот арендами все кстати кто арендами занимался все прогорели вообще полностью а вот как бы камни ты можешь положить в карманчике улететь собственно что я сделал да несколько сот камней я перевез и мы продолжили деятельность так вот я поэтому безразлично отношусь к недвижимости но я прикинул что деньги пришли легко значит они легко и идут ну может такое быть дать теоретически а я плачу постоянно ежемесячно за аренду своего дома плюс за аренду офиса в котором работают мои сотрудники плюс у нас аренда мастерской и вот так как все по обанкротилась вокруг и все на продаже можно выторговать хорошие условия можно купить какие-то удачные участки со временем вот этот поселок он старый то со временем через 10-15-20 лет эту землю можно будет продать за столько же максимум прибавится процентов 10 за счет того что дорожает земля это все потому что дизайн который 35 лет назад казался вау офигеть час все смотрят такие а чё так можно было строить господи какой ужас вот поэтому это чисто для эксплуатации покупается не с целью что-то заработать в общем получилось так что мне показали вот этот тупичок и тут смотрите тут нам продажи вот раз дом он хороший мне понравился сейчас покажу внутри вот дом его 35 лет не ремонтировали насколько прямо подкрашивали чуть-чуть он уже разваливается он там внутри он примерно такой же вот и вот еще дом он более-менее в среднем состоянии я вот думаю два этих дома оставить вот этот оставить но подремонтировать чуть-чуть и этот он внутри вообще норм и вот сделать мастерскую и офис да а вот этот вообще снести и тут как получается что я его сношу и вот отсюда вот чик вот туда и вот до вот этого места вот до этого вот прям вот так раз вот это все будет дом по моему проекту из стекла и бетона дело в том что у меня много хобби в частности вообще вот эта вся ситуация она появилась и происходит из-за вархаммера это настольная игра кстати многие тети говорят что вот мамой муж или там мой парень бездельник играет в игры вот себя в игры не играл компьютерный я бы здесь не был вообще в принципе то есть меня вархаммер вдохновил на темная фэнтези мрачная темная фэнтези меня вдохновила на дизайн стиль синер джемс я стал делать первые кольца вот сейчас я открою дверь поэтому если вам ваша тетя говорит что ты бездельник потому что играешь но вот как бы меня именно игры привели к какому-то относительному успеху так вот нет для вархаммера нужна большая территория а тут ведь все так сделано что тайский дом это во-первых как можно меньше окон и они должны быть как можно меньше да сами по себе почему потому что здесь культ белой кожи есть ты загоревший ты чему вообще никто просто поэтому такие вот маленькие окошки мало света постоянно полумрак и это круто есть у тебя в доме полумрак вот плюс очень мало общего пространства я ключи получил уже от этих домов но естественно я к собой не взял они где-то уме моего сотрудника вот очень мало пространства больше из дома от спальни я ездил смотрел типа дом побольше дом побольше вот допустим дом в два раза больше этого там будет такое же маленькое общее пространство просто будет два раза больше спален и все если в три раза больше будет в три раза больше спален зачем только спален я не понимаю. Как бы непонятно, но тем не менее. Еще интересный момент. Так как в основном здесь тайцы купили, чтобы приезжать на выходные, я не договорил, да, они из крупных городов, понакупали. Тут тысячи таких деревень. Чтобы приезжать на выходные. И кто-то приезжает, ну, знаете, как всегда, думаешь, буду каждый выходные приезжать. Получается, раз в году, а то и раз в 10 лет. Я, допустим, с владельцем этого дома, с бывшим владельцем разговаривал, он говорит, я за 10 лет был один раз тут. Поэтому, чтобы с травкой не заморачиваться, они просто взяли и все зафигачили плиткой. Это вот тайский стиль. У них просто все вокруг, в облажную плиткой заложено. Ну, потому что здесь надо или полив налаживать, или нанимать садовника, это деньги, да, или все сгорит хренам за три дня полностью. Вот, собственно, поэтому тайские дома довольно дорогие и часто выглядят вот так странно. Вот здесь у нас лес. Прямо это вот город, в какой-то участок там почему-то акация. Не знаю, почему так получилось. И вот такой дом, вот с таким участком, стоит 250 тысяч долларов. Это тоже 250. Вон тот просит 350, но я с ними еще торгуюсь. Эти два я уже приобрел. Это тоже приобрету, но жду, когда они мне скидку сделают. И вот, собственно, вот это все будет большой дом по моему проекту. Здесь будет просто целый, один большой, огромный первый этаж в гаражном стиле, но с окнами от пола до потолка. Будет потолок высотой метров, наверное, 5. И значит, у меня на первом этаже будет моя Вархаммерная, а этого очень много места нужно. И там же будет мастерская, я буду своих орлей там крутить, вертеть, авторские делать. Вот. Это все будет полностью свободное такое одно большое пространство. В Таиланде этого нету, ни за какие деньги. Я все обыскал, просмотрел 100 домов. Ни хрена вообще, совершенно. И я хочу, чтобы можно было на мотоцикле на машине заезжать в дом. Я когда увидел это впервые в жизни в фильме В погоне за тенью, как там байкер с дивана встает, у него возле кровати стоит Харле, он такой сел на него, такой трын-дын-дын и поехал. Вот. Я до сих пор хочу. Так. Ну и плюс, видите, у меня и Харле, и машина красная, которая антикварная, да, Шевроле. Оставлять их на улице, как бы, я уезжаю на полгода, например. Жалко, а такого понятия, как гараж, тут вообще нет. И, кстати, они вообще не делают подвалы совсем. Вообще. То есть нет такого понятия. Я вот хочу, чтобы инженеры просчитали, тут построить, например, вот где зеленое, такого размера кладовку под домом. Ну, кстати, интересно, тоже вот в Марокко я сейчас был, да, тоже жаркий климат, пожарче, чем здесь у нас в Таиланде. Под каждым домом территория еще размером с дом, это этот, как его, подвал. Он просто там огромные подвальные помещения с большими, с высокими потолками. Вот этот дом открыт. Сейчас покажу вам. Я думаю, что вам интересно. Вот что-то заболтался, у меня эта рука дергалась, пока я болтал в такт болтания. Так, тут где-то я оставил. Ага, вот. Здесь явно строил или европеец, или какие-то тайцы, которые жили за границей, это сразу видно. Почему? Потому что вот такие по тайским меркам огромные окна. Вот, если у тебя будут вот такие окна, и ты тайский тайец, ты будешь сидеть вот тут вот, и ты загоришь обязательно, и все. Ты никто. Ты потеряешь все уважение. Значит, ванна, туалет. Вернее, душевая. Душевая, туалет. Это просто типа, как веранда такая. Даже какая-то мебелька осталась. Кухня довольно большая. Тоже, кстати, странно. Тоже похоже, что тут строил какой-то европеец. Почему? Потому что тайцы дома не готовят вообще. У них очень вкусно, очень дешевая. Или у нас тут. Очень вкусно, очень дешевая еда. Уличная. Кафешная, ресторанная. Поэтому все питаются в кафешках, ресторанах. Тут тоже окна до пола. Это не тайская совершенно схема. Чтобы не стать страшным и бедным, некрасивым, и больным, то есть черным. Вот, у них окошки как можно меньше должны быть везде. Кстати, вот здесь нарушены правила. Разрешен отступ полтора метра от забора. Они сделали метр. Не знаю, как-то смогли договориться. Говорят, что сейчас в то время можно было договориться за взятки. Сейчас говорят уже все, это невозможно вообще. А так домик симпатичный. Можно офис сюда перенести, например, офисных сотрудников. Спальня раз, без туалета. Спальня два. Большой балкон, тоже ты, Тайланды, редкость, потому что, когда ты сидишь на балконе, ты загораешь. Поэтому ни один тайский человек с местным менталитетом на балконе сидеть не будет. Тут ванная. Тут все обкакано. Причем, интересно, что это обкакали не голуби. Это есть такая хищная ящерка. Называется Туки. Она очень громко ночью кричит. Тук-тук-тук-тук-тук. Туки-тук-тук. Вот так вот. Это она все обкакало. Ну, вот здесь большие тоже пространства. Мне такое нравится. Но они настолько большие, сколько мне надо. Мне нужно хотя бы раза в два больше. Я своим Вархаммером тут займу все сразу. И даже у меня половина не уместится, поэтому даже не в 2, а желательно в 3 раза больше. Вот. Ну, домик симпатичный. Вот за него просят. Он, получается, по площади в 2 раза больше, чем вот те 2. Просят за него на 100 тысяч долларов больше. Сейчас мы пока торгуемся. Я думаю, что можно купить, чтобы перестать уже платить кучу аренды. То есть я сейчас оплачиваю и получается аренду 4 помещений ежемесячно. В том числе я сам до сих пор живу в арендованном доме. Я много раз покупал недвижимость, но покупал, чтобы перепродать. Причем иногда перепродавали с очень большой наценкой. Как это было с квартирой в Берлине, например. А иногда продавали в ноль. То есть покупали квартиру, ждали 5 лет, а она нифига в цене не росла и продать ее было тяжело. Вот. Вот такие у нас получаются рубины. Ну, в смысле, что все это из-за звездчатого рубина. А изначально все напоминаю вам из-за компьютерной игры Warhammer. Так что, если ваши дяди играют, радуйтесь, пусть играют. Игры, видите, вдохновляют. Так вот. И получается, что вот такие расходы. Собственно, вы просили показать, где деньги. Вот показываю, где деньги. И напишите в комментариях. Я не специалист по стройке, хотя у меня опыт есть. Я тут пару раз участвовал в строительстве. Интересно ли вам сериал по постройке моего авторского дома, который будет вот отсюда вот досюда, да. И будет совершенно другого стиля дизайна, нежели вот тут все дома. Если интересно, я могу так раз в месяц сделать подсъемочку и выкладывать. Сейчас у нас первая задача какая? Получается, вот это все мое уже, да, вот эта территория. Мы сносим вот эти заборы все. Сносим этот дом. Тут прорыты канализации и всякое. Все остальное тоже все это выкапываем. И значит, начинаем закладывать фундамент для нового дома большого. Вот. Этот забор переносим вот сюда. Так, чик. Вот сюда приезжает мастерская, скорее всего. а сюда скорее всего приезжает офис. Я думаю, что так будет удобно. Вот как-то так. Если хотите сериал про стройку и про жопоболь, которая, естественно, будет во время стройки, вот, напишите, я могу замутить.